Что это такое? Мне это нужно. Обзоров на эту палетку нет. Нас этому учат с детства, ребята. Нас учат конкурировать. Как это? Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Ребят, сегодня, конечно же, вы догадались из названия. Мы с вами тестируем косметику Сеата Лондон. К сожалению, а может и к счастью, я не обнаружила все лицо. Нет, оно вот здесь, на месте. У меня здесь, кстати, есть некоторые проблемы, которые мы посмотрим, как тон перекрывает. Я их не стала замазывать заранее. Решила, что не буду. Я хоть и стесняюсь, но не буду. В общем, я не стала заказывать продукты для бровей, потому что они у них очень странные. И я не брала тушь, потому что мне неинтересно. Все остальное у меня есть. Все, что нашла. И все это заказывала я с Литуаль. Первым, что я заказала месяца три назад, извините, он же даже в августе, я не знаю. Короче, очень давно лежит у меня вот эта палетка. Ребята, посмотрите просто сразу напролету, какая она красивая. Мне было ее так жалко трогать. И скажу вам, что если вы заказываете с Литуаль, то не заказывайте курьером, потому что мне всегда почему-то приходит в пакете. И поэтому палетка пришла битая. Но разбилась только крышка. Однако, когда я заказывала через пикпоинт получение, мне всегда все приходило в коробочке. Даже когда один хайлайтер я заказала, он пришел мне в коробочке, очень хорошо запакованный. Мне интересно, ведь тоже DPD доставляет. Почему вы тогда курьеру без коробочки выдаете? Ладно, вопросы я ставлю для себя. Давайте уже начинать. То сегодня, конечно же, Сеатт и Лондон. Я не буду, наверное, повторяться очень это, надеюсь. Да, на Литуаль можно этот бренд найти. Еще можно найти его. Где еще? На Ассасе он, по-моему, есть. И это такой очень интересный бренд. Я не знаю, к чему его отнести. Бля, буду уже наносить. А то я тут балакать буду очень долго. Да, мат в видео возможен. Не нравится. Вон дверь вонная, хоть сюда. Смотрите, здесь 40 мл, ребята. 40 мл в тонне. Конечно же, все cruelty free сделано в Италии. 40 мл... Ой, бля, 50. 50 мл. Ребята, что вы что? 50 мл в тонна вам хватит? Надолго. Мне 30 мл хватает на 3 месяца. Учитывая, что я тестирую много косметики, да, помимо повседневной жизни. Но 50 мл, это мне на полгода точно хватит. Тон выглядит очень красиво. Очень интересная у него упаковка. Нестандартная такая. Называется Extraordinary Foundation. Вдруг впервые все мнения по косметике я вам скажу в конце. Какой оттенок у меня, это не очень важно, потому что я все равно буду смешивать его со своими затемняющими каплями. Так как я все еще недостаточно белая. Я сегодня в беленьком, и я немножечко переставила свет. Ребята, как вам? Скажите, пожалуйста. Ебучий случай. У меня еще небольшая перестановочка тут в комнате, поэтому я не могу сообразить, что где вообще и когда. Так что потерпите меня немножко. Я сегодня буду такая немного несобранная. Я вообще раньше думала, что Seattle London это какая-то такая странная косметика. И я думала, что они выпускают только лаки в основном для ногтей. Ага, конечно. Я сегодня опять буду немножко не своего цвета. Don't be racist. I am a building. Ребята, я была права. Они действительно выпускают лаки для ногтей. И они еще выпускают другие продукты, как бы косметику. Думаю, как вы поняли. Декоратив. Про этот бренд мало кто говорит. Он такой, знаете, не хайповый, никакой не скандальный, не очень известный. Я узнала про него с палеток. То есть вы у меня просили палетку Seattle London. Марина протестирует. Я такая смотрю на сайте L'Etoile. Вы знаете, какие там фотографии? Я часто заказываю с L'Etoile. Не хочу ничего сказать, что это какой-то сайт плохой. У него хороший сайт, с большим выбором. Но я на нее смотрю. Там такие фото. Вот такое маленькое. И мне ничего не видно. Я думаю, что за говно фон? Не хочу никакой Seattle London тестировать. Ой, забыла надеть заколку женщину. Подождите. Где моя заколка женщина? У нее вообще-то появилась сестра. А, вчера ходила к маме, она мне дала вторую такую же. Классно. У меня теперь две одинаковые заколки моды женщины. Сегодня я буду выглядеть еще хуже, чем обычно. Я увидела эту палетку совсем случайно на ютубе. Она мне попалась в рекомендациях. Если вы знаете блогера Mystical Buttons, по-моему. Или Mystery Buttons. Я подписана, но я вообще названий каналов не запоминаю. Так вот, у этой девушки, вроде у этой девушки, или это два разных человека. Блядь, я такая тупая. У нее есть еще один канал. Не помню, как называется. Вот в рекомендациях мне попалось видео. Типа палетка, которая не существует. Я думаю, что это такое? Мне это нужно. И в видео она сказала, что обзоров на эту палетку нет. Понимаете? Я увидела пролеты палетки. Я охуела. Честно, я такая смотрю. Это что? Это вот это вы меня просили протестировать. Нет, покупаю. Я моментально пошла на Литуаль и моментально купила ее. А проблема в том, что я живу в таком месте, куда почему-то некоторые продукты, если вы заказываете, то нельзя заказать несколько. То есть нельзя сгруппировать в корзину. Я такая сижу дома. Собственно, почему? Почему я переборщила с каплями затемняющими? Мне тоже непонятно. Я заказала палетку, а потом думаю, а почему бы не снять все лицо сиатт и Лондон? Мне интересно, блядь. Я думаю, и вам интересно, ребята. Давайте наносить пудру. Пудра сегодня у меня в 30-м Лондон. Это Translucent Powder, то есть рассыпчатая пудра без цвета, тоже cruelty free. Все хорошо у нас тут. И здесь 15 граммов. Достаточно хорошо для рассыпчатой пудры. Жаль не 30, но 15 тоже хорошо, учитывая ее текстуру. Тон сидит великолепно. Правда, я темновато. Ну ничего, сейчас пудру исправим. Видимо, я все-таки светлею. Наконец-то. Ребят, я думаю, вряд ли сняла, насколько мелкая текстура у пудры, поэтому вам вот так еще раз покажу. Она прям очень мелкая. Обычно такой пудры бренды кладут граммов 5. Сеаттл, Лондон, конечно, не пожалели. Я очень долго не могла снять видео на эту палетку, и потом решила, что буду снимать все лицо. Пудра чуть-чуть выбеливает, посмотрите. Это мне на пользу сегодня. Палетка лежала у меня очень долго. Я делала очень много макияжей. Мне было ее просто тупо жалко. Вот знаете, у меня такое же было с палеткой от Melt, которая вида была и муэрта. У меня только муэрта, конечно же. Ну, вида немножко не мое. Я ее вообще не могла трогать. Я до сих пор не могу и краситься, я на нее просто смотрю. С этой палеткой то же самое. Я вообще не могу на нее поднять кисть. Я ее открываю, мне хочется рыдать от того, насколько же она красивая. Ребята, я лучше пока вам расскажу про продукты для лица. У Seattle London не такой уж и большой выбор продуктов для лица. Во всяком случае на L'Etoile один тон вот только был. Вроде бы одна пудра. И я решила, что попробую. Здесь я, кстати, поменьше нанесла. И тут вроде не так светло. Пудра наносится очень хорошо. Она вообще не залипает. И я вообще поражена. Seattle London по ценам я бы не сказала, что это, ну, люкс и по составам Mary Kay, блин. Люкс отличается от масс-маркета только составом. Ага, конечно. И это не масс-маркет. То есть, я не знаю. У них такие цены средние, если я помню. Я не помню, правда, сколько стоила пудра. И все это я вам поэтому на экране цены прикрепляю. Но все это я купила сама. Так как у меня нет продукта для бровей, я очень быстро сделаю брови карандашом ресничка и гелем от Charlotte Tilbury. Сейчас вернусь. Готово. Я вернулась еще сразу же. Отконтурировалась, ребята, чтобы не заставлять вас ждать очень долго. Немножко, конечно, тут накосила. Ну, да ладно. Кто я? Такая, чтобы не накосить, я каждый раз как-то немножечко кривлю глазом. То брови криво нарисую, то контур. Ну, ладно. Давайте отражать хейтеров, наконец-то. Потому что это важно. Я не сделала хайлайтер. Вот так выглядит коробочка. Вот сама, собственно, упаковка хайлайтера. Здесь всего лишь 5 граммов. Меня только это смущает, потому что даже в Dior вроде побольше будет. В Dior 6 граммов. Мне его хватает на год. Я специально его достала, потому что он похожего оттенка. Ребята, я пыталась наносить хайлайтер Seattle London кистью от Георга. Собственно, моей любимой кистью для хайлайтера с недавнего времени. Вот такая замечательная искусственная кисть. Но у меня для хайлайтера не так много кистей, я бы сказала. Я сегодня попробую все-таки заевской кистью нанести, потому что, может, его надо наносить кистью пожестче. Я вообще без понятия. Но я тестировала его два раза, и оба раза мне не понравилось. Я сейчас лицо, кстати, не закрепила, чтобы посмотреть, помешает ли пудра нанесению вашего хайлайтера. Потому что не у всех есть закрепляющий спрей, правильно? Правильно. Поэтому наносим как-нибудь без спрея. Пудра этому не мешает. Я тестировала ее на разных тонах. И пудра хорошая. Да, ну, в конце вам скажу. А то сейчас, блин, все спойлеры сделаю. И до конца мне не досмотрите. Ну-ка, смотрим до конца, блин. А то обижусь. Обижусь, блядь. Хайлайтер немножко меловой, но в то же время у него есть такое небольшое отражение. Мне вот это не нравится, ребята. Я все-таки не люблю такие хайлайтеры. Он плоский. Я уже объясняла в нескольких видосах, что только плоский хайлайтер. Вот. Сейчас я нанесу с другой стороны Dior. Он тоже розовенький. На такую же кисть, только с другой стороны. Видите, он у меня почти закончился. Ровно на год хватает. Ровно на год, ребята. Пользуюсь, ну, не каждый день. Но когда пользуюсь каждый день, хватало на 8 месяцев. Мой любимый хайлайтер. Это Dior Mineral. Даже наслаивать не пришлось. Я набрала ровно столько же, сколько и Сеата Лондон. Это такой вот тоже розовый хайлайтер. Немножко может подчеркнуть вам кожаную текстурку. Но он вот другой. Не знаю, монтажная марина откусит ли мне нос за вот это вот то, что они одинаково выглядят на камере. Но в жизни, я вижу, выглядит по-разному. Этот чуть более светлый. Этот более темный. И у этого больше есть объема. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что я себя иногда не понимаю. Несу какой-то бред. Не знаю. Этот, может, просто не такой яркий. Но мне больше нравится финиш вот здесь, чем вот здесь. Люблю сравнивать несколько хайлайтеров, кстати, в одном видео. И скоро будет видос, где я тестирую все хайлайтеры с Алиэкспресс, какие смогла найти. Поэтому, чтобы не пропустить, ребята, можете подписаться, например. Я буду не против. Я только за. А вот такая вот у меня сегодня кожа класса люкс. Просто недавно снимала на Mary Kay. До сих пор забыть не могу. Давайте делать глаза, наконец-то. Сильно приближать вас, ребята, не буду. Не знаю, почему. Просто как-то так вот стрёмно сидеть вам тут в камеру. Ну, посмотрите на кожу, раз уж я придвинулась. Видите, у меня тон скатался в складках. Потому что у меня там и консилер, и тона чего-то нет. И я это дело не припудрила. Именно из-за этого здесь такая ситуация получилась. Не самая приятная. Брови опять немножечко кривые. Но я вижу, что вот сюда вроде ничего. А нет, блядь, скаталась. Тут я тоже не припудрила. Ничего, сейчас размажем. Это одна из проблем тона. Скажу попозже. Так, всё, я убрала вот эти вот закатывания. Сейчас буду делать глаза. Наконец-то, ребята. Мне всё ещё страшно трогать эту палетку. Я не знаю, почему у меня к ней такие трепетные чувства. Потому что это одна из самых качественных палеток за ту цену, за которую я её взяла. Я её взяла по какой-то невероятной скидке, вроде за 1200 рублей. Это то, что я помню во всяком случае. Наношу свой самый любимый консилер от Too Faced. Нанесу сразу, также на нижнее веко. Кстати, недавно смотрела видос этой Александра Аннели. Она мне очень нравится. И она пробовала лайфхак Wayne Glass, который он показывал ещё 3 года назад. То, что если у вас скатывается консилер под глазами, то вам нужно нанести праймер. Любой праймер для теней вот сюда, а потом уже сверху консилер. И тогда у вас будет меньше скатываться. То есть он всё равно скатается со временем, но не так быстро. Я не пробовала этот лайфхак. У меня обычно под глазами консилера нет. Я просто не наношу его туда, потому что в этом не нуждаюсь. Итак, палетка. Ещё раз, ребят, посмотрите, какая же она красивая. Она просто невероятная. Я не знаю, почему до сих пор на неё так мало обзоров. Она стоит своих денег. Правда, она сделана в Китае, но ничего страшного. Здесь уже нет значка Cruelty Free. Я не видела этого значка на упаковке, но нашла его на палетке. Так что я теперь не расстроена. Я снова в хорошем настроении. Ура, Ури. Спасибо большое, Сеатт и Лондон. Вы меня порадовали. Палетка очень такая она, ребята, золотая. Все отражаются. И поэтому я вам её показывать не буду. Но пришла она мне, видите, с трещиной. Я заклеила клеем моментом. Но у меня уже всё развалилось, походу. А нет, всё, чётенько. Сейчас вам покажу её в своём освещении. Вот как она выглядит. У меня здесь только два софтбокса. Я теперь снимаю без колечка. Ну, это пока тестирую. Я не знаю, как я буду снимать дальше. Кто меня знает? Ну, я даже не знаю. Так что посмотрите, какая она красивая. Она холодная. Она полностью... Здесь нет ни намёка на теплоту. Наконец-то. Наконец-то мы с вами её нашли. Здесь, по-моему, несколько доохромов. Ребята, я не знаю, что сделать. Муравью хуй приделать. С вами сделаю один глазик. Другой сделаю вне камеры без праймера. Вы видели, я праймера здесь не нанесла. Сделаю с вами что-то посложнее. А здесь сделаю что-то посложнее для себя. То есть какой-нибудь смоке вот с этим доохромом невероятным. Сейчас я вам сделаю случай. Кажется, синим. А вот так фиолетовый. Я вам отдельно засниму, потому что я не могу это показать. Камера не улавливает немножко доохромистости этого оттенка. Итак, я хочу здесь до синего, как я уже сказала, что-нибудь сделаю. А тут что-то посложнее. У этой палетки есть, конечно же, проблемы. Я думаю, это очевидно. У любой, даже у самой моей любимой палетки всегда есть какие-то проблемы. Я люблю придираться, потому что нет идеальных продуктов, знаете ли. Я буду работать от светлого к темному. И начну я, не понимаю, здесь матовые очень похожие. Вот это вот один большой минус. Я сейчас сделала вам два темных матовых. Посмотрите, но они мало чем отличаются. Во всяком случае, в палетке. Я даже не знаю, какой из них светлее. Чуть не высыпаюсь в последнее время. Ладно, беру вот оттенок. Тут они без названий, кстати. И названий нигде нет. Меня это очень радует. Спасибо, Seattle London. Серый оттенок. Тупо серый. У Seattle London в этой коллекции палеток есть еще несколько других оттенков. Но они теплые. Они меня не привлекли. А это прям такая, знаете, дорого-богато на Новый год. Хотела тут с вами поговорить. Кстати, думала отдельное видео снять. Но, наверное, сейчас расскажу. Мне почему-то очень странно, почему женщины такие надменные. Вот именно женщины. Это не сексизм. Нет. Это вот мое наблюдение. А я тут подумала. Знаете, почему нас этому учат с детства? Ребята, нас учат конкурировать. Как это? Соревноваться за внимание мужчин. Ты должна быть как девочка там. Такая примерная, женственная. Лучше всех должна быть. И как-то... Я не знаю, почему. Потому что я даже себя ловлю иногда на мысли. Смотрю. Вот кого-нибудь на улице вижу. Или в магазине, куда я редко выбираюсь. Но метко. Я иногда, даже я, вот человек вроде, казалось бы, который никого не осуждает, могу у себя в голове такую мысль услышать. Типа, блядь, что с бровями? Я сейчас не про себя, а свою мысль озвучила. То есть я смотрю и думаю, что не так вообще. Пожалуйста. Ну, неужели человек не видит? А потом думаю, к чему я осуждаю? Чего мне сделала эта девушка? Да? Или там стрелки вижу, или как-нибудь тени не растушеваны. Ну, у меня тоже такое бывает. Я иногда специально брови, кстати, кривые делаю. Сегодня специально, случайно вышло. Whatever. И я потом думаю, а зачем я это делаю? А зачем я осуждаю? Ну, нравится это человеку. Боже мой, пусть красится, как хочет. Но это у меня редко в голове такое как бы осуждение появляется. Я стараюсь сейчас ценить все виды макияжа. Беру более темный серый. И не скажу, ребята, что это бывает часто. Но все равно бывает. И я поняла, что это вот все общество влияет на нас, на женщин. Особенно реклама. Вы вообще смотрите рекламу? Но я не вижу рекламу. Я имею в виду, ну, потому что у меня YouTube премиум куплен, без рекламы которой. И телевизор я не смотрю более 10 лет уже. Наверное, даже больше 11. Но иногда вижу рекламу на улице, которая прям очень такая... Знаете, там всегда такие все красивые, такие какие-то идеальные, я бы даже сказала. И это тоже очень сильно влияет на нас, на женщин, да, на наше восприятие себя. И некоторые мужчины, кстати, есть. Я, опять же, не подумайте, бля, никого не осуждаю. Хотя мне похуй. Думайте, что хотите. Я знаю, что я никого не осуждаю. Некоторые мужчины, которые очень много порно смотрят, ну, это нормально. Боже мой, смотрите любой контент. Ну, все окей. Однако, однако, у них потом такие требования к женщинам, знаете, нереальные. То есть, они ждут, что ты будешь вот такая вот вся, прям идеальная. Извините меня. Мой хороший, вы что, блядь, ждете? Нет. Такое, такое это жизнь. Такого не будет. А что взять-то? Давайте вам покажу самый первый оттенок. Он такой коричневый. Конечно, будет тут не пришей пизде кувшин. Ну, ладно. Не, ребят, не пришей кувшин, реально. Беру, короче, темно-серый. Сейчас перекрою это все. Так вот, женщин этому учат. Если бы нас воспитывали изначально, да, типа, не там, ты, девочка, должна быть лучше всех там, или не сравнивали. Посмотри вот на эту девочку, какая она женственная. Все в платьишке носит, бусики носит. А ты ходишь, блядь, в одних рубашках и джинсах. А если бы так нас не воспитывали с вами, то все было бы, мне кажется, в разы лучше. Потому что, конечно, все познается в сравнении, вся эта хуйня. Но детей сравнивать нельзя. Это может нанести большие травмы. Особенно, когда вы сравниваете там внешность, например, типа, вот она там такая вся хорошенькая, а ты какая-то не такая, да. Не смотрите, ребята, то, что как-то криво, потом все будет окей. Trust the process. Или trust me. Потому что я вас не буду наямывать. Потом все будет выглядеть в разы красивее. Здесь у нас есть светлый оттеночек для того, чтобы все это красиво растушевать. Поэтому я сейчас этим и займусь. Блядь, даже тушевать долго не пришлось. Просто тени волшебные, серьезно. И вы заметили их пигментацию? Я даже забыла это прокомментировать. Ну, как-то так. Сегодня будет очень огромный каткриз. Я вроде бы здесь, ребята, сделала то, что я хотела сделать на этом глазу без вас. Поэтому, может быть... Не, буду делать то, что я хотела сделать с вами вместе. Беру клей. Не беру клей. Я сказала, беру клей. Так вот, женщины ненадменны по своей природе, да. Просто я полагаю, что это все равно какая-то конкуренция. Или я не знаю, что ведет к такому поведению и восприятию других женщин. Наоборот, блин, если вам нравится, как кто-то выглядит, да, и вы начинаете там писать, фу, там, ты страшила, или еще что-то. Ну, не надо. Ну, или если вам не нравится, как кто-то выглядит. Но я вообще-то хотела не это сказать. Если вам кто-то нравится, как выглядит, и в макияже там, и вы начинаете гнобить человека, наоборот, блин, вдохновитесь и делайте так же или даже лучше. То есть вы видите, ой, какой красивый макияж, напишу я, что она крыса. Наоборот, это должно вас вдохновлять. Скажите себя, я научусь делать лучше, чем эта крыса. Вот. То есть вас это должно, ребята, вдохновлять, а не наоборот как-то топить на дно. Давно мы с вами не делали... Как вам французский, кстати? Мне не нравится, как он звучит. Кому-то не нравится, как звучит норвежский. Он реально смешной. Я, Игорь, по ножку ж. Это я хожу на курсы норвежского. Нет, не я хожу, это фраза такая. Хотела показать вам зеленый дуохромчик. Сейчас покажу. У меня, блин, сегодня все дуохромчик, но, наверное, это не дуохромчик. Когда, кстати, тестировала эту палетку и нанесла вот этот зеленый, мне очень показалось, что он похож на хайлайтер от Джеффри, который мани-хани. Как по текстуре, так и вообще по всему. Ну, такое. Я имею в виду техника моего макияжа страдает. Теперь я не знаю, что взять. Вот такой вот бирюзовенький. Ой, сори, ну сори. Или вот такой вот. Я думаю, выбор очевиден. Откуда я его вообще взяла? Он тоже дуохромит. Вы это видите? Полагаю, что нет. Но буду надеяться, что да. Потому что я вижу. Он такой из зеленого в голубой. Пиздец, как красиво. Кто знал? Кто знал? Сеатт Лондон. Что вы о себе не заявляете? Почему вы рассылки не делаете? Это не намек. Почему вы вообще молчите, блядь? Сеатт Лондон. Такую компанию теряем? Может, не теряем? Оттенок очень похож на то, что есть у Бернович. Я сейчас в процессе теста нахожусь. Уже полгода. Но я нахожусь в процессе теста. Уж извините. Никак не могу снять. Видос для вас. Ну, реально похоже очень. Ебана, Люся. Очень красиво. Я вам говорила вообще-то про надменность, ребята. И вот чаще всего я уже не в одном видео говорила, да, что комментарии, если я вижу, негативные, они от каких-то случайно зашедших мужчин или от женщин. И чаще всего это женщины. И мне, знаете, так обидно. Почему вы хотите... У меня все... Я перевожу у себя в голове, потому что мне тяжело это сказать на русском. Почему вы унижаете других женщин, чтобы за этот счет чувствовать себя лучше? Зачем это делать? Зачем? Алио, блядь. Я этого никогда не пойму. Ну, то есть, чего вы пытаетесь добиться? Напишу я, что она говно. Ну, ничего. Окей. Знаете, сколько я получаю позитивных комментариев, так что вот это то, что ты говно, мне как бы ни о чем... Ничего оно мне сделает. Конечно, одно ничего не сделать. Десять, сто комментариев. Но вот сто второй может задеть, конечно. Особенно, если у меня период депрессии. Люди не знают, когда я грущу, потому что, ну, я, блядь, блогер. Я вам не буду этого показывать. Но видео про Иван вы заметили, ребята, что я грущу. И там вот были, бля, негативные комментарии. Но я уже была в хорошем настроении в тот момент. Давайте я возьму на нижнее веко. Вот второй синенький такой, который больше похож на блесточки. Он не очень качественный. Я вам сейчас это покажу. Вот он, нижний век в центре. Ребята, то есть, если я в хорошем настроении, конечно, на меня негатив не влияет, потому что мне нассать. Но вот когда мне было очень плохо в ноябре, мне было вообще... Читать все это, знаете, не очень приятно. Я, конечно, наскринила. Ну, чтобы опять сделать деньги из воздуха. А я люблю это. Но все равно не всегда можно это пропустить мимо ушей. Итак, вот первый глазик готов. Знаете, он вышел такой своеобразный. Это мягко сказано. Он вышел немножко грустный. Но стрелы и рис не исправят все. Беру снова темный серый. Пройдусь по краю каткриза. Здесь, ребят, не переживайте. Я пробую кое-что новенькое. Не будет здесь у меня каткриза моего вечного. Просто как еще показать вам много оттенков? Вот как? Через какой макияж? Чтоб еще это красиво выглядело? У меня пока не такой скилл. Чтобы сделать вам много цветов вне каткриза. Ну, серьезно, не знаю. Хоть на курс записывайся. Я сломала себе каткриз. Вы видите, здесь слом. Сейчас подправим. Девочки, давайте будем друг другу добрее. Нас и так общество унижает, обижает, блядь, рожать заставляет. Ну, что вы? Серьезно, что ли? Серьезно, будем друг друга еще принижать как-то. Фит такой им быть. Беру-ка я от Lamelle. Смотрела, кстати, отзывы на палетку Colourpop с Raw Beauty Christy. Я ее жду. Не, Кристи, конечно, а палетку. Я смотрела у Manium UA и еще у кого-то. И у них тупо одинаковые макияжи. Я сижу и думаю, а вы что, сговорились, что ли? То есть у них обоих Halo Eye зеленый с желтым. Надеюсь, у меня будет не так. Ну, что, ребята, сделаю стрелу при вас. Смотрите, в чем проблема у Seat и London. У них есть лайнер. У них вроде бы только один лайнер. Вот такой. Пролеты не сняла. Не хочу, потому что пролеты на лайнер. Серьезно, зачем? Он один. Я сводчик вам сейчас сделаю здесь. А лайнер такой себе. Ребята, мне в глаз попала ватка от ватного диска. Сейчас я ее уберу и вернусь к вам. Так, ребята, я не убрала все еще эту ворсину. Но она куда-то делась у меня. Это одно из самых противных вещей, которое может попасть вам в глаз. Ну да ладно. Сейчас я вам покажу, как работает лайнер. Работает он ужасно. То есть он слишком сухой. Я надеюсь, что другая партия лайнеров лучше. Но мой вообще не рисует. То есть даже без теней им нарисовать что-то крайне сложно. А еще он не совсем черный. То есть я не говорю, что он вообще не рисует. Да, он рисует. Но с таким трудом, что мне легче взять другой лайнер, чем вот 10 раз одним и тем же проводить. Все, он сдался. Нет, лайнеры я вам советовать не могу. Опять беру ресничку. А я обожаю ресничку. Вы уж, ребята, не подумайте ничего. Она просто реально продукция хорошая. Здесь внутри лайнер от Сеата Лондона. Он более серый. То есть он вообще не черный. Я все еще не научилась рисовать стрелы на камеру, ребята. Поэтому сейчас я уйду, нарисую стрелы, наклею ресницы, сделаю этот глазик, конечно же, и вернусь к вам. Готово, ребята. Вот такой макияжик у меня получился. Здесь я сделала маленькую такую ресничку. Точнее наклеила. Я ее не сама сделала. А сюда я наклеила ресницу побольше. Самую огромную. Это J22. Точнее, J022. Вот такая вот вечерина вышла. Я, конечно, имею претензии к палетке. Очевидно, несмотря на то, что это теперь моя самая любимая палеточка, у меня к ней есть вопросы. Помаду я уже нанесла. Это у меня оттенок Dazed. Такая коричневая помадка. И это первая вельветовая формула, которая мне не противна. То есть у меня была помада Colourpop. Вот это люкс матовая помада в красном оттенке. Мне Влад давал на тест. Тоже два оттенка. Мне вообще не понравилось. У меня была... Ой, боже мой. От Vivienne Sabo. Такой ужас. Также от Catrice. Мне ни одна не понравилась. Это достаточно комфортная. Но все равно это вельветовая формула. Я это не люблю. Но я ощущаю себя приятно. Я не хочу ее смыть. Такая матовенькая. Выглядит реально как матовая помада. Так, ребята. Сейчас я буду делать сочи в палетке. И перед этим покажу вам свой макияжик в клоузапе. Очень красиво получилось. Как вы помните, здесь у меня был лайнер от Seat London. И сверху ресничка. А тут я решила взять Guerlain. Ну, я в принципе довольна. Мне очень нравится то, что у меня получилось. Делаем сочи. Я хотела сделать вам сочи под цветным группом. То есть какие я оттенки здесь использовала и какие здесь. Но я решила так не делать. Потому что смысла я в этом не вижу. Делаю, как обычно, один-два сочи. Первые три оттенка. Палетка очень холодная, ребята. Посмотрите, какие шикарные оттенки. В ней есть матовые, естественно. Я вам опять забыла сказать характеристики. 18 оттенков из них. 7 матовых и 8 матовые с блесточками. Это черный. Не знаю, зачем там блесточки. Поэтому я не знаю, в какой категории его отнести. Несколько таких полутоперов. Два дуахрома. Я не могу сочетать, короче, ребят. 9 блестяшек. Из них несколько дуахромов. Пара таких сатинов. И 10 блестяшка. Или это я в 9 посчитала. Это такой вот белый оттенок. У меня почему-то хочется назвать его Cube. Потому что в палетке Subculture был именно такой же оттенок. Назывался Cube. Итак, вы уже видите здесь текстуры. Да, вот это такой плотный металлик. А это такой вот как топпер. Он у меня здесь. Но это не совсем топпер. Если его плотно набить, то это будут красивые очень блестки. На глазах, естественно. Дальше идем. Следующие три оттенка я не так часто использовала. Поэтому я не могу вам про них ничего рассказать. Это зеленый металлик или это сатин? Зеленый сатин. Потом идет матовый розовый. Его практически не видно. И вот такая блестяшка. У меня сегодня в уголке не эта блестяшка. Другая. Это тоже не сатин. Это именно металл. Ну, посмотрите, какая красивая палитра, ребята. Но проблемы есть у палетки. Естественно. Решила все-таки засвочить светлый оттенок, которым я тушевала сегодня. Все, что... Ё-ка, он пигментированный. Ну, ладно. Так, дальше идет дуахромчик, который я пыталась заснять. Надеюсь, что вы его видели в макро. И следующий. Серебришка вообще тянется просто. Серебришка, кстати, держалась хорошо и не скатывалась. И здесь я сделала макияж без подложек, без всяких, даже без клея. Пальцем нанесла этот дуахром. Следующие три оттенка. Здесь как раз-таки есть синий, который я сегодня использовала во втором макияжике. Видите, снова эта текстура. То есть ее можно или как топер использовать, как вот этот зелененький, или же плотненько набить. У синего есть проблемы. Он очень сильно осыпается, потому что я делала его сегодня без праймера. Он у меня осыпался. Я тут замазала, наверное, все равно видно, что я тут замазала. Ну, да ладно. Вот это первые два ряда. Холодная палетка. Просто она не просто, знаете, черно-серая, как обычно делают холодные палетки, да, а здесь есть и синий, и холодный коричневый, и зеленые оттенки. Вообще очень-очень красиво. Это сатин. Он у меня на нижнем веке нанесен на матовый синий оттенок. Конечно, когда я снимаю, надо ездить к грузовикам. Почему вы ездите всегда в полвторого, блядь? То в 8 утра ездят, то в полутрого. Определитесь. Последние три оттеночка. Я очень сильно засвочу вам вот этот белорозовый, потому что иначе вы его просто не увидите. Остальные раз-два свочь, как обычно. Итак, это что? Это тот металлик, который у меня сегодня здесь в уголочке. Далее идет белорозовый, который практически не видно, если бы я не засвочила нормально. И последний. Где последний? И последний черный оттенок с блестками. Итак, ребята, вот что у меня вышло. Очень красивый белорозовый такой дуохромчик. И все остальные оттенки. Я буду стараться вот так делать, чтобы вам было видно. Серебро просто невероятно. То есть в эту палетку видно, что вложена душа. В камеру фокусируйся на руке, а не на мне. И креатив. То есть тут вообще просто это идеальная холодная палетка. Потому что... Вот еще издалека я вам сводчики покажу. Во-первых, задохлость. Да, это первое. Я задохлась. Второе. Она идеальная. Все. Свочится невероятно. Подбор оттенков супер логичный. Палетка имеет много текстур. То есть тут вам есть где разгуляться. Но матовые очень между собой похожи. Особенно коричневые и серые. Это для кого-то может быть большой проблемой. Потому что, видите, на сводчах у меня вроде различаются. Вот этот. Потом еще где? Вот этот оттенок. Но на глазу будет минимальное различие. Но эта палетка полностью самостоятельная. Здесь есть светлый, бежевый для растушевки. Видите, я голубой в лице сдала из ниоткуда. Ребята, это просто топовая палетка. Я все сказала. Теперь давайте пройдемся по минусам. У меня сегодня на голове гнездо. Это первый минус. Но неважно. Теперь минусы палетки, ребята. Она так красивая. Невероятная. Но если у вас нет праймера, будет очень много осыпаний. Поэтому попробуйте сначала делать глаза, а потом уже лицо. Иначе вам просто будет это не отмыть. Так как синий цвет хер отмоешь. Но все равно. Есть способ работать с этой палеткой. Также может создаться грязь. Посмотрите. У меня издалека здесь грязи не видно. Но я смотрю в зеркало. И я вижу, что я торопилась. Потому что мне хуево. И я еще жду курьера. Поэтому я намешала тут грязь. Поэтому надо с ней сидеть. Это одна из таких палеток, с которыми надо сесть и краситься. Наслаждаться процессом. Я так делаю иногда. Ну, конечно же, не на камеру. Одна сижу, крашусь. Когда палетки тестирую. Может получиться красиво. Но на нее надо столько времени потратить, ребята. Чтобы было красиво. Это просто вам не передать. То есть вам нужно время. Не торопитесь с этой палеткой. Она любит осторожность. Как и субкультура от Анастасии. Помните, я вам говорила, что надо аккуратненько с ней. Также с этой. Очень пигментированно. И может тушеваться пятнами. Вот у меня тут на консилере, да, и на Тоне тушевался синий пятнами. Мне было тяжело его растушевать. Поэтому тоже будьте осторожны. Однако у палетки много сатинов. Много металликов, дохромов, разных текстур. То есть тут она ублажит всех. Особенно любителей холодных теней. Если у вас теплая внешность, я не знаю, как вы с ней будете работать. Потому что лично я холодная дама. И с теплыми оттенками я выгляжу уставшей. И мне нельзя теплые палетки. А вот холодные, наверное, теплой кожи. Я не знаю, так ли это работает в эту же сторону. Будете ли вы выглядеть уставшей с холодными оттенками? К сожалению, я этого уже не знаю. И не узнаю никогда. Потому что я холодная, блядь. Вот именно, блядь. Палетку вам буду рекомендовать. Но если вы новичок, не знаю, ребята. Она все-таки, наверное... Просто вам надо будет больше времени на нее потратить. Вот и все, чтобы все это дело растушевать. И да, конечно, палетка такая вот. Любит отпечаточки собирать. Палетки 18 оттенков. И здесь 21 грамм продукта. Неплохо. Достаточно много 21 грамм. Это хорошо. Я довольна. Получается чуть больше 1 грамма на каждый рефил. Неплохо. Идем дальше. Помада. У меня такое ощущение, что она застыла. Нет. Она не застыла. Но я не ощущаю вельветовости. Это очень классная помада. Шикарный оттенок. Помада комфортная. Помада хорошая. Не сушит. В ней гиалуроновая кислота. Будьте осторожны, если у вас на нее аллергия. Я это вычитала. Вот здесь сбоку написано. Типа гиалуроновая кислота. В составе не глядела. Не вижу состав. Мне еще нравится единый дизайн. У Сеата Лондон. То есть вот какие-то вот эти полосочки всякие. Вот видите, тут такие тоже полоски. Вот этот бантик у них. Здесь полосок нет. Спасибо на том. Я не хотела хайлайтер в этом оттенке. Кстати, в каком оттенке у меня хайлайтер? Solstice. Я не хотела розовый. Я хотела такой более как шампань. Но его нельзя было доставить. Я не знаю почему. В чем проблема. Окей, whatever. Хайлайтер я вам, наверное, не буду рекомендовать. Ну, потому что мне такое не нравится. Куда он, кстати, делся? Не знаю. Я его не поняла, ребята. Честно. Мне он не нравится. Ну, не нравится. Искренне. Ни текстура, ни то, что мне вышло. Здесь не видно Dior. Потому что я припудривала и замазывала осыпание. Может, из-за этого Dior не видно. Но любите естественное сияние, пожалуйста. Но он розовый. Вот. Поэтому тут уже думать вам. Тон я вам рекомендую. Потому что он держится... Держится... У меня кожа нормальная. Он держится долго. Он перекрывает все. Ну, видите, у меня ничего не видно. Однако, ребята, здесь очень много продукта. Целых 50 миллилитров. Но, ребята, он к концу дня становится как пирог. То есть я не понимаю, почему у него в конце дня, это часов через 7 на моей нормальной коже, он как будто вот... Как будто слой на мне штукатурки. Я его не закрепляла спреем, может быть, из-за этого. Но мне вообще не понравился результат. Однако, я его буду носить. Если что, у меня оттенок 106P Silk. Не знаю, зачем вам это знать. Потому что я добавила туда затемняющие капли. Я скорее его вам буду рекомендовать. Потому что, может, надо тоньше наносить. Но кистью он хорошо носился. Когда я его наносила спонжем, не помню, то ли Beauty Blender, то ли Джуна. Вот такой результат вышел. Однако кистью мне очень понравился результат. Так что тон я вам все-таки советую. Но учтите, что к концу дня может выглядеть не очень красиво. Пудру вам однозначно рекомендую. Здесь 15 граммов. Она замазывает поры, матирует тон. Но и тон, кстати, выглядит достаточно естественно. То есть не скажу, что... Не сказать, что у меня нет тона. Видно, что у меня тон на лице. Но мне очень нравится такой финиш. И пудра прекрасная. Пудра вообще топ. На ней можно нанести нормально скульптор. Все нанесется. Бронзера. То есть пудра, знаете, силиконистая. Сиконистая, на которой потом ничего не нанесешь. Ни хайлайтер, ни бронзер, ни контуринг. Поэтому, да, пудра хорошая. То есть я вам бренд Seattle London. Это британская, кстати, косметика. Английская точнее. Я вам этот бренд рекомендую, ребята. Очень классный. Я довольна. Если будут новинки у них, хотя такое редко бывает, я буду пробовать. Потому что, ну, я поражена. Мне тут не понравился. Только вот лайнер. Не сказала вам лайнер. Наверное, брать не стоит. Потому что мне не понравился. Я вам говна не посоветую, ребята. И, да, советовать я вам его не буду. Лучше возьмите ресничку, серьезно. Это пиар-рассылка, кстати. Но, бля, вы видели, как он работает. Я вам уже в тысячи видео его показывала. Бренд Seattle London я одобряю. Это первый бренд, где мне каждый продукт, ну, кроме лайнера, ладно, понравился. Даже хайлайтер в какой-то мере мне понравился. Вот такая вечерина, ребята. Как вы мой макияжик? Про причесочку мне ничего не говорите, пожалуйста. Я знаю, что я немножко сегодня, конечно, с гнездом. Как вам мой макияж? Что у вас есть от Seattle London? Что вы хотите еще, чтобы я обозрела? От этого бренда или, может, от другого бренда? Я вижу, что вы просите у меня все лицо. Там, в основном, люксовые бренды. Но, может, что-то бюджетное есть у вас. Напримите. Вот, ребята. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Не надейло мое лицо и понравилось мое речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться. Поставите лайки, оставьте очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой инстаграм, куда я выкладываю свое прекрасное, замечательное и красивое лицо. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok